Вы знаете, часто бывает такое, и есть такая мысль, она имеет свое частое хождение, что категории истины, красоты и справедливости, они связаны между собой, и то, что истина, то красиво, и справедливость, она имеет выражение истинности, или вот это чувство истинности, которое возникает параллельно с чувством справедливости и красоты. И вот эта связь между этими тремя категориями, она имеет в том числе, по-моему, она имеет и нейрофизиологическую, отпечаток в нейрофизиологии. Почему? Потому что участки мозга, которые принимают участие в определении справедливости чего-то, то есть это так называемые участки морального суждения, морал джаджмент, участки мозга, которые ответственны за, то есть принимают участие или имеют корреляты в эстетическом суждении и в суждении об истинности того или иного, с точки зрения даже рационального понятия истины, они, ну не то, что одни и те же, но они, набор этих участков очень похож между собой. Так что, когда вы посмотрите на картину активности участков мозга при осуществлении морального выбора или при осуществлении эстетического выбора, когда человек оценивает красивые или некрасивые, печаль, печальная, красота печальная или красота радостная и так далее, и так далее. И третье, когда человек оценивает истинное это суждение или не истинное, вот эти высшие участки мозга, они схожи. Наборы этих участков мозга, которые участвуют в этих трех вариантах суждений, они схожи между собой, похожи между собой и иногда даже идентичны. И эти участки образуют пояс структур коры головного мозга, которые задействованы в реализации самых высших функций человека. И одним из центральных участков этого всего является кора островка. Она спрятана внутри полушария. Это считается как бы древний участок коры. Но что интересно, что этот же островок, он принимает участие как в всех самых сложных и самых высших психических функциях человека, в том числе морального суждения, эстетического суждения и рационального суждения. И он же является ретранслятором всех висцеральных, то есть внутренних телесных чувств человека. То есть он является высшим корковым центром оценки чувств, которые возникают у нас внутри нашего тела. Я имею в виду внутри грудной клетки, внутри брюшной полости. Он является ретранслятором корковым чувства боли и других чувств вкусовых, обонятельных, в первую очередь вкусовых, обонятельных меньшими. То есть вот эта висцеральная настроенность этого органа, то есть этого участка мозга удивительным образом сочетается в нем с участием в самых высших психических функциях. Это, кстати, один из аргументов в пользу того, что работа внутренних органов человека, в том числе и в первую очередь сердца, имеет огромное значение для особенностей реализации психической сферы человека. Но это отдельный разговор. Одним словом, триада вот этих трех суждений эстетического, справедливости как моральной категории морального суждения, и рационального как истинность-неистинность, она имеет основания нейрофизиологические, очень интересные. И что наиболее интересно, что к ней прямо подходит, к решению этих всех вещей, прямо подходит информация, которая поступает в мозг от состояния внутренних органов, в первую очередь от состояния сердца.